Ну, возвращаемся в Россию. Дрон врезался в зрителя во время соревнований по мотокроссу. Квадрокоптер попал человеку прямо в лицо. Пострадавший сейчас пока лечится и собирается подать в суд на пилота дрона. Ну, а тот в свою очередь уверяет, зритель сам виноват, мол, не надо было стоять там, где не надо, а именно в зоне посадки дрона. По закону, на каждый коптер и его вылет нужно получать специальное разрешение. Но на практике такое разрешение никто не проверяет. С пострадавшим пообщался мой коллега Андрей Ященко. У него все подробности. Крутые повороты, опасные трамплины, заключительный этап мотокросса. Под пристальным вниманием десятков зрителей каждое движение гонщиков. Внезапно беспилотник цепляется за зонд одного из зрителей, теряет управление и врезается в человека прямо в голову. И уже ребенок финишировал, первый, папа радостный. И вдруг падает с неба квадрокоптер, бьет мне по лицу пропеллером. Я падаю. У меня было такое ощущение, что губа вообще отвалилась. Удар мощный был, очень сильно мощный, потому что я даже упал. Три наложенных шва, порезы на руках и ногах. Последствия встречи человека и робота. Сергей приехал на соревнования в Муром болеть за сына. Подбегает владелец квадрокоптера, сломали мне лопасти на нем. Ни медицинской помощи, ничем помочь, ничего такого я не услышал. Он видел, что я в крови, да, причем кровища лила сильно, я весь был в крови. Ну ничего, он его волновал, свой квадрокоптер. Управлял коптером Алексей Федотов. Он выполнял заказ городской администрации. Квадровертолетчик шестилетним стажем себя виноватым не считает. Администрация, прежде всего, предоставила мне место для взлета и посадки, которая находится вне зоны людей, как положено. Периодически люди пытались пробежать на это место. И, видимо, им там лучше было видно. И в момент, когда дрон заходил на посадку, человек зонтом задел. Пострадавший написал заявление в полицию, причем сначала участковый и не знал, как проводить проверку. Это первый в России случай, когда дрон травмировал человека. Заявление передали в Ространснадзор. Это ведомство контролирует все транспортные потоки на земле, воде и в воздухе. По закону, на каждый полет дрона нужно получать специальное разрешение. Но на практике никто от вас официальной бумаги с подписью и печатью требовать не будет. Особенно, если летаете вы вдали от государственных учреждений и стратегических объектов. Хоть как-то узаконить летающих роботов попытались в Госдуме. Депутаты предлагали регистрировать в Росавиации и ФСБ все дроны тяжелее 250 граммов. Но под новые правила попали даже детские самолетики. И в итоге закон смягчили. Все аппараты взлетной массы больше 30 килограмм должны проходить государственную регистрацию и сертификацию. Тогда будет привязан номер. Этот номер нужно будет на аппарат как-то нанести. Но пока ни номеров, ни регистрацию, владельцев дронов не проверяют. Так же, как и квалификацию пилотов. Пострадавший от падения коптера Сергей Муравев готовит иск в суд. Хочет добиться более серьезного наказания для оператора опасной игрушки, чем штраф в полторы тысячи рублей. Андрей Ященко, Федор Червяков, Егор Кочуров. Live.